Всем привет! Совершенно незаметно пролетел сентябрь, у многих дома уже включили отопление, а я вместо того, чтобы любоваться листопадом, подготовил для вас топ-10 лучших игр прошедшего месяца. Благодарю всех, кто не рейнется и ставит лайки, тем самым поддерживая канал, и мотивируя меня каждый день отбирать для вас только самые интересные игры. Открывает топ-10 Troll Face Quest Video Games. Это продолжение полюбившегося многим абсурдного квеста, в этот раз посвященного видеоиграм. Все игровые сцены здесь стилизованы по те или иные игры, среди которых вы сможете найти много чего знакомого, а ситуации, в которых герои этих самых игр окажутся, вызовут вас как минимум улыбку. Еще одним бонусным моментом является то, что на некоторых уровнях вам также предстоит находить покемонов. Найдя 10, вы разблокируете и бонусный левел. Девятое место я отдал FIFA Mobile Football. Хоть она на фоне предыдущих частей является недоигрой, но все же обделить ее вниманием я не могу. Новая часть была превращена в самую что ни на есть аркаду с автоматическим режимом игры. Да, теперь можно просто включить игру и ничего не делать. Команда сможет справиться и без вашей помощи. На этом процесс превращения своего футбольного детища в аркадный таймкиллер не кончается. Были полностью перелопачены все игровые режимы. Сначала вы сможете играть только в лайв-события, которые больше напоминают тренировку. Вам необходимо будет отрабатывать удары по воротам, учиться обводить соперников и тому подобное. Затем вам станет доступен режим атаки. Здесь вам предстоит играть исключительно в нападении на вражеской стороне поля и забить как можно больше голов за отведенные 45 минут игрового времени. И только после прокачки до 8 уровня вам станет доступен режим сезоны, где наконец-то вас будут ждать полноценные матчи команда на команду. Если рассматривать игру как таймкиллер, то она весьма хорошо справляется с этой целью. А вот если осознавать, что это FIFA, то волна разочарования вам обеспечена. Не будем далеко отходить от темы командных видов спорта, и восьмое место отдадим NBA 2017. Слава богу, 2K решила не идти по стопам EA Games, и вместо того, чтобы превращать свою игру в однокнопочную аркаду, она с каждым годом реально прогрессирует и улучшает качество своего мобильного баскетбола. В этот раз им удалось поднять уровень графики, и в целом доработать некоторые геймплейные моменты. В игре вас ждет динамичный геймплей, огромный выбор различных видов камер, и несколько игровых режимов, среди которых полюбившийся многими Blacktop, где вам предстоит поиграть в дворовый баскетбол на одно кольцо. Но несмотря на все явные продвижения, 2K остается верна традиции, и в мобильной NBA 2017 она напрочь отказывается работать со звуком. Озвучка в игре, мягко говоря, не очень, а музыка, несмотря на хорошо подобранный плейлист, разочаровывает своим низким качеством звучания. На седьмом месте расположилась третья часть всеми известной и любимой BMX аркады – Pumped BMX. В визуальном и геймплейном плане игра осталась верна предыдущей части, правда возможностей за счет добавления новых трюков в игре стало больше. Если в Pumped BMX 2 их было 16, то в третьей части количество трюков составляет аж целых 24. В игре также появились и новые персонажи, за которых вы сможете катать. Говоря об уровнях, то они разбиты на 6 локаций, каждый из которых включает в себя по 10 левелов, которые в той или иной степени потребуют от вас сноровки. Разработчики не стали заново изобретать велосипед и оставили все так же, как было, добавив лишь новых трюков и новых уровней. Шестое место я дал сразу двум играм, но с одним названием. И речь, конечно же, о LEGO Гарри Поттер. Это снова порты с PSP, которые добрались до Android с 5-6-летней задержкой, частично растеряв свою актуальность, так как, поверьте мне, уже появилось поколение, которое никогда не слышало о юном волшебнике со шрамом на лбу. Сюжет этих игр полностью охватывает все 7 лет, обучение Гарри в школе чародейства и волшебства, и вам представить вместе с ним научиться всем магическим секретам и заклинаниям. Сами по себе игры стандартные, и мало чем, кроме сюжета и антуража, отличаются от других LEGO игр. Пятерку лучших игр сентября открывает порт отличного хоррор-квеста под названием Балбой. Сюжет игры рассказывает нам о странном мальчике, у которого вместо головы лампочка. Однажды, проснувшись от ночного кошмара, он обнаруживает, что некое вселенское зло окутало его дом и похитило любимого дедушку. Теперь вам необходимо помочь главному герою обойти весь дом, уберечься от всех присутствующих там монстров и спасти дедушку. Игра с первой минуты цепляет своей атмосферой, которая создается за счет смеси из необычного антуража, жутких и порой отвратительных вещей. Балбой объединяет в себе все самые ужасные страхи и пороки человечества. Игра создает ощущение некой чертовщины, будто все, что происходит на экране, имеет место существовать и в реальной жизни. На четвертом месте находится порт пошаговой стратегии The Banner Saga 2. Как и первая часть, игра очень сильно ориентирована на сюжет, правда в этот раз русская локализация завезена не была, что может стать для некоторых игроков небольшим барьером для понимания происходящего. Что касается всего остального, то лично я никаких глубинных изменений не обнаружил, все осталось так, как было в первой части. Возможно это и к лучшему, ведь тем самым разработчики сохранили все то, чем игра нам так полюбилась. Поэтому мы сможем снова насладиться потрясающе отрисованной графикой и новым увлекательнейшим сюжетом. Вот мы подошли к тройке лучших. Третье место я заслуженно отдал Zombie Derby 2. Это продолжение популярной гоночной аркады в стиле Earn to Die от Hero Craft. Геймплей заключается в том, чтобы проехать участок трассы, подчастую забитый зомби и различными препятствиями. Сразу это сделать не получится, а придется осуществлять заезд за заездом, зарабатывая при этом деньги. Деньги, как вы наверное поняли и знаете, нужны для апгрейда вашего авто. По сути, чтобы пройти уровень, необходимо практически полностью улучшить свой транспорт. Вы сможете увеличить емкость топливного бака, заменить колеса, а также установить оружие, турбину и ковш. Все эти апгрейды в совокупности и позволят вам доехать до финиша. После прохождения уровня вам откроется доступ к новому автомобилю, который будет обладать лучшими характеристиками, но изначально недостаточными для прохождения следующего уровня. Из украшательств в игре доступна покраска автомобиля и винилы. Говоря о геймплее, также стоит отметить и присутствие опасных участков, которые скорее всего с первого раза пройти не получится, так как вы будете к ним не готовы. Но изучив трассу и применив ускорение, они не вызовут лишних проблем. Новая часть обзавелась более качественной и интересной графикой, что конечно же является огромнейшим плюсом. Лично я уже больше недели регулярно возвращаюсь в Zombie Derby 2, а этим может похвастаться далеко не каждая игра. На втором месте у нас порт увлекательного постапокалиптического приключения от российских разработчиков под названием The Uncertain. Сюжет игры рассказывает нам о далеком будущем, в котором человеческая раса якобы самоуничтожилась, а её место заняли созданные ей роботы, наделённые искусственным интеллектом. Действие игры будет повествоваться от лица одного из роботов по имени RT-217NP. Однажды возле его дома совершит падение корабль, войдя в который он обнаружит на нём запертых людей. Именно с этого момента и начнётся всё самое интересное, ведь как выяснится, не все люди погибли, а созданный миф является частью злобного заговора правительства роботов. Игра будет выходить эпизодично, поэтому в данный момент для игры как на ПК, так и на Android доступен только один первый эпизод. Одной из особенностей порта, который стал причиной того, что игра заняла всего лишь второе место, является необходимость подключать к своему мобильному устройству геймпад или же мышь с клавиатурой, хотя на мой взгляд разработчики без проблем могли бы прикрутить и виртуальное управление. Ну а лучшей игрой прошедшего месяца я провозглашаю The ABC Murders. Это порт весьма качественного квеста, в основе сюжета которого лежит одноимённый роман небезызвестной Агаты Кристи. Главным героем игры является Эркюля Пуаро, который будет под полным нашим контролем расследовать серию таинственных убийств, которые, как вы наверное уже поняли по названию, будут осуществляться по алфавиту. На местах преступления нам предстоит искать улики, изучать окружение, а также допрашивать свидетелей и подозреваемых. На основе собранной информации мы будем задавать наводящие вопросы, а впоследствии следить за реакцией собеседника, чтобы понять, врёт он или нет. Также в игре присутствует множество головоломок, некоторые из которых смогут напомнить вам в The Room. Подводя итоги, хочется сказать, что игра сделана на очень высоком уровне. Это касается как графики и сюжета, так и озвучки и атмосферы. Всем любителям детективов и point and click квестов, я рекомендую игру к прохождению, которая займёт у вас не менее 7 часов. Вот и все игры, которыми, на мой взгляд, нам запомнится сентябрь. Надеюсь, октябрь также не подведёт и принесёт кучу громких и отличных релизов. Всем спасибо за просмотр и скоро ещё увидимся!